Григорий Геннадьевич 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 Я смотрел на старшее поколение, которое прошел Афган. То есть, к сожалению, наш общий знакомый, он сейчас остался на голом вахте, он замещает. Он на два года старше меня. Но он прошел Афганистан. В 18 лет он уже отличился, был награжден орденом Красной Звезды. Что такое 18 лет, я представляю. У ордена Красной Звезды, это надо было, скажем, ну, даже повезло, что он остался живой, то есть, там, отличился. То есть, это надо подвиг совершить. Это прошло 18 лет, и солдату, рядовому, там, простому человеку, скажем так, быть отмеченным начальством, руководством, представителем ордена. А в маленьком, помню, в детском садике отца достал, как-то там, а это кто там, что-то люди военные ждут. Ну, как бы, детские воспоминания. И вот он мне все рассказал, а я уже в детском садике знал, скажем так, все звания, все различия, родовое, как бы так. И отец душу уложил, скажем, к военному делу. Не то, что к военной профессии, а к военному делу. А у вас тогда был кадетский корпус, туда ходили? Нет, у нас в то времена в Советском Союзе, скажем, были Суворовские военные училища и специальные школы, там, это при военных городках, в основном, они были. Кадетских, так как его, классов не было. У нас в классах, скажем, в старших классах, были уроки начальной военной потопки, начальной военной потопки, НВП, так называемый. А что нужно делать, чтобы получить краповый билет? Я ее не знаю. И вот это вот, как-то вы сдавали экзамены, и что такое, накапывая билет, да? Это же не просто так получается, а дистацию проходила. Ну, что такое краповый билет? Это головной упор, да, это билет. Это отличительная черта подразделения специального назначения внутренних войск. Ну, не путайте, потому что подразделения специального назначения есть и в Министерстве обороны, да, ну, все равно, все солдаты. Есть, как говорится, там, в воздушных войсках стоит подразделение и разведки, и специальное назначение. То есть, перед ними стоит ряд поставленных задач. В подразделениях внутренних войск, вот именно, есть такое соединение, где берет, это отличительная черта бойца. Не просто форма, она. Да, не просто форма, это, конечно, ты проходишь курс, суд, там, курс молодого бойца, присяга, потом учебка, полгода. И если ты, офицеры смотрят, если ты достоин, если ты готов, если ты по программе, там, успеваешь, все, ты, конечно, пишешь тоже рапорт, прошу меня допустить на позиционную сдачу, там, ношение крапового берета. Если врачи не возражают, врачи не возражают и командиры не возражают, тебя допускают, допускают на это, как говорится, экзамен. Потом выстраиваешься, на тебе бронжилет, каска, автомат и дают холостой патрон в магазин. Холостой патрон. Поймете, почему в конце. Вон тебе не патрон в патроннике, а в магазине. И начинается, проверяя всех, начинается марш. Ну, у нас там доучебного центра 12,5 километров, но это по карте. По карте, а так, конечно, как говорим, было гладко, но бумажки не учли овражки, там, надегаешь и больше. Бежишь, но во время марш-броска ты, конечно, выполняешь водные инструкторов. Не важно, кто ты, офицер, рядовой, сержант, там, в общем, строю все бегут. Майор, капитан, прапорщик, бегут все. И солдат рядом с тобой бежит, или с офицером бежит. Там инструктор говорит, ну, с тыл или упали, ползком вперед, ползу, там, водная преграда, там, все. Но при этом не потерять амуницию, то есть потерял амуницию, или потерял автомат, или потерял магазин. Магазин с холостым патроном, все, сразу с марша снимается. На контрольных точках, если ты отстал, там, 25 метров, 30 метров, тебя тоже снимают. Не важно, ты там, здоровый, не здоровый, аж сфилонишь, отстаешь, до свидания, до свидания. Теплую машину, теплый чай, теплая одежда. Все, расслабляйся дальше. Бежишь, сразу входишь в огнестромовую полосу. То есть полза препятствий, но она еще горит, взрывается. То есть, конечно, это не то, что сразу, для тебя это не диковинка. Потому что это все полгода, ты учишься, тебя тренируют все это. Но здесь уже на фоне такой, скажем, уже физической усталости, при этом надо еще помогать, если увидят, что ты игнорируешь помощь, там, товарища, или, там, товарищи водной преграде где-то тонет, ты рядом мимо проходишь, тебя тоже, иди сюда, до свидания. То есть, ты должен еще, скажем, постараться смотреть, соображать, что, там, товарищу плохо, или как-то все, где-то помочь надо. То есть, ты помогаешь. После полосы препятствий все выстраиваются. Конечно, там инструктора, у них там, листочек, вычеркивают, кто там на контрольных точках, там, слабак, ушел, там, отбыл, ушел. Кто сами там это бывает, у кого-то ноги сводят, у кого-то, то есть, бывает, выстраиваются в одну шеренку, и по фамилии. Солдат стоит, неважно, там, я всех называю офицеры, там, солдаты, все стоят, автоматы вверх, и называют фамилию Петров, для чего патрон нужен. Хоть мы говорим, что оружие наше самое надежное, самое-самое, то есть, оно стреляет во всем, но у нас и проблема, подразделение специального значения. Кулак и автомат. Кулак, это что значит? Это, как некоторые думают, говорю, это неукопашный бой. Это мы все вместе, мы едины, как кулак. Если мы будем пить растопырку, то пальцы сломаете, да? Сказ про веник, все знаете. И то же самое здесь. Веник не стали рисовать, кулак и автомат. Оружие, но там оружие с глушителем. То есть, если на Западе, почему у них стрелы, у спецподразделения, и ножик? Это что, бесшумное оружие. Здесь у нас автомат с глушителем. То есть, оружие с глушителем, это оружие подразделения специального значения. Ушел, сделал дело тихо и ушел. То есть, имя героя и лицо героя неизвестно. И когда строй стоит, строй стоит, фамилию называют, там, не важно, Петров, Он делает вперед шаг, затвор оттягивает, засылает патрон в патронник и нажимает на патрон. Если выстрел есть, оружие исправлено, оружие не заряжено, он встает обратно в строй. Если он выходит из строя, засылает патрон в патронник, нажимает, выстрела нет, он оружие не берет. Оружие так загрязнилось, что он о нем не думал. А на данный момент мы не в Средневековье живем, где меч выхватил, да, Здесь у нас еще и техника, и оружие. Ты должен и технику беречь, и оружие беречь. Выстрела нету, до свидания. После контрольного выстрела, высотная подготовка, высотная подготовка, там, с пятого этажа надо спуститься, Обстрелять, гранату кинуть в разные этажи. Спустился за определенное время, годен, не уложился даже на одну секунду, до свидания. После этого акробатика идет, это сальто надо сделать, подъем-разгибом, ну, и там удар всем ногами. Но это все, понимаете, после марш-броска, после уничтожного полосы, после высотки, Потом комплексы специальные, ну, и такое самое, как говорят, ну, не то, что зрелищное. Некоторые осуждают, некоторые не осуждают, я не осуждаю, ну, как говорится. Я сам все это прошел, через меня проходят люди. Это вот рукопашный бой, когда три издающих, один проверяющий, круговая система, В 12 минут ты должен, скажем, не просто отстоять, ты должен показать, именно соображать, двигаться, работать, технику. Ну, соперником, то есть отбиться. Инструктора смотрят, годен, не годен. И после этого все суммируется, смотрят, если все прошел, достоин, плюсы, построение и вручение заветной мечты. Конечно, там многим, и к примеру, что хочу сказать, что ребята у нас увольнялись, скажем, там, ну, утрировали, там, допустим, 20 мая у него увольнение. То есть на деньги, все, он домой должен ехать. А 18 мая сдача на берет. Солдаты сдают на берет, бывает с потеком, бывает с разбитым носом. Он стоит в берете, но он едет домой 20 мая. Он хоть два года служил, не имея берета, а тут сдал и имеет полное право ношения корабля берета. Не очень-то их, скажем, у нас по стране относительно так много, да, и практически каждый знает, даже кто уволился, все там, где-то встречается, практически знает, кто имеет право ношения, кто не имеет права ношения. А вы в каком звании получили краповый берет? Я в звании прапорщик получил краповый берет, да. Можно, Григорий Григорьевич? Мы когда смотрели, там, информацию про вас, все, и про ваши три ордена мужества, и в Википедии есть такая информация, что таких людей, трижды награжденных таким орденом, по-моему, 14 человек или что-то. И вот хотелось бы узнать, девчонки, просто боятся задать вопрос, за что вы, в какой ситуации, в каких ситуациях получили эти ордены? Спасибо. Ну, самая первая госнаграда, это, конечно, за отвагу, самая дорогая, вот, будучи прапорщиком, но поделюсь с первым орденом мужества. Вот, мы, как раз, началась первая компания, чеченская, и нам сказали, вот, крепленный пункт, сколько вы его будете брать? Три дня, неделю, месяц, полгода, год, но главное, чтобы без потерь. Ну, на данный момент были две группы, в одной был я старший, в другой был другой офицер старший, но, скажем так, пришел в подразделение недавно, вот, с обычного подразделения, и разработали мы операцию сами, и без потерь, конечно, мы полгода там не лазили, буквально в кратчайшие сроки мы разработали сами операцию, вот, отработали успешно, то есть, и так получилось, что командование пришлось взять не на себя. У нас не было ни раненых, ну, тем более, ни убитых не было. Мы эту задачу блестяще сделали, взяли даже, ну, скажем, даже больше сделали. Много там людей взяли в плен, и, скажем, люди были вот именно с той контрразведки. И все это, и когда доложили там командующему, то есть, он даже не поверил, что вроде бы там пытались войска сделать, а здесь малыми силами, так говорится, не числом, так умением. То есть, мы взяли, пришлось командовать, говорю, взять на себя, и вышли, помимо того, что надо было сделать, надо было еще уйти туда, скажем, грамотно, не повысить это слово, вышли грамотно. Результат, и сам не ожидал, конечно, там, но на данный момент я очень рад, что так получилось в первую там партию или указ, приказ, там были даже награждены бойцы, а не я. Это многие солдаты, конечно, для меня, как для офицера уже, была честь, то, что офицеры, солдаты подходили ко мне, были у которых там построение, все, их наградили, они подходили и говорили, товарищ лейтенант, а как же вы там вроде бы там? Я говорю, ребят, большая честь для меня, то, что вы знаете, кто рулил, кто командовал, то, что подошли, но самое главное, что вы живы, все здоровы. То есть, ну, потом уже так все-таки, как говорится, награда, вот, дошла. А герои, да? Ну, так я сейчас... Ну, тяжело говорить, и вот, 10 лет прошло, и вот кадры были, в Севис-Ашисте там было тяжело там где-то вспоминать, и Афган смотреть, все, для меня, конечно, тяжело, вот эти современные кадры. Второй орден, ну, это был Забеслан. Там, что такое быть военным, и непосредственно, скажем так, как мы шутим, да, легче в атаку подняться, то есть так же тяжело, ну, мне тяжело, допустим, перед детьми выступать. Я всегда себя считал человеком сильным, волевым. Ребят, поверьте, к этому прыгнуть нельзя, когда смотришь эти кадры, и когда ты это видел. Я когда пришел домой, я сел в своей комнатке, у меня был на тот момент двое детей, они, как медвежата, по мне лазили, а я сидел, спина повернулся, ходит, я сидел, я ревел. Вот, и хотя я был, скажем, считал себя таким матером, крепким мужиком, офицером. И военная, скажем, судьба, она состоит, или в выполнении задачи, она состоит из таких, скажем, везений, или там, военной удачи такой, или мелких военных удач, где тебе поставили задачу, а ты выходишь, и тебя на любого там, на любой задаче, не обязательно, без лани, на любой задаче, ты мог под каким-то там углом, углом, без разницы, ну, могли бы тебя там убить. здесь ситуация, я левша, мне удобный правый угол, ему неудобный левый угол, я где-то в удобной позиции, нет, была поставлена задача, я обеспечил вход в подразделение, опять же, людей не потерял, вошли, свою задачу сделали, на одного пленного не взяли, потому что их брать нельзя, только у них сужать. Ну, там командование решило. Решило. А третье? 2005 год, Махачкала, 10 лет тоже прошло, январь месяц, предвратили теракт, который хотели сделать в Махачкале, там есть школа детей, физически отсталых, которые плохо передвигаются, которые там, вот мы там их с одного места спугнули, не буду подробностей, вот, спугнули, и зажали в другом месте. И во время операции он получил очередной тяжелый ранень, скажем так. И, ну, операция была, как бы, в таком пике, вот, меня эвакуировали, после меня я узнал, что еще один товарищ, там один легко был ранен, один погиб сотрудник, вот, их ликвидировали, эту банду, никто из заложников не пострадал, потому что там тоже был маленький ребенок, удачный, в ходе перегоров его, скажем, освободили, как говорится, за ранение решили. За мужество. За мужество. Вот у вас такой долгий тернистый путь, а где вы брали это мужество, эту волю, мотивировали себя, буквально, как это давалось у вас? Ну, тернистый путь, конечно, это... Когда я уходил в армию, мне один человек сказал, кем бы ты ни был, при каких обстоятельствах, могу даже вам это сказать, как бы такое это... И где бы ты ни был, при любых обстоятельствах, оставь себя человеком. И когда я ему через много-много лет уже офицером это сказал, он говорит, ты запомнил? Я говорю, дядя Юр. Такой вопрос, как вы воспитываете своего сына? Выходить, чтобы он был военным, или... Коварный. Вопрос коварный, конечно, да, но... я не собираюсь ломать кого-то, потому что каждый человек это личность. Имея свой такой преподавательский опыт, ну, не в школе, а в жизни, вот какую он выберет профессию, листежью, я его поддержу. Да, да, да. Какие бы вы слова хотели сказать вот нашему покорению, какие, может быть, напутствуют, советы? Для вас, конечно, сейчас напутствуют слова в наше нелегкое время. Может, повторить слова, лень, научиться, учиться, учиться, а мы пригодимся там, все это, да, как говорится, брать. Ну, оставаться людьми, уважать старших, помнить историю, все это. Ну, и, конечно, стремиться, ничего такого зазорного нет, быть профессионалами своего дела. Если ты выбрал свою профессию, любую, водитель, пекарь, там, электрик, моделист, или кто-то там, без разницы, ну, быть лучшими. Тут зазорного ничего нет. Стремитесь быть профессионалами. И лучше.